Вот течет вот отсюда, как бы вот по этой стене. Клеить новые обои в прихожей Наталья Архипова не решается. Это бессмысленные затраты, уверена хозяйка дома. Под рукой у семьи всегда тазики и ковши в случае непогоды. Ведь собирать воду с потолка приходится после каждого проливного дождя. В течение дня, естественно, дома не находимся. Тазики поставили, убежали. Когда приходим, уже где-то литра три, допустим, может набраться за целый день. Вода скапливается на натяжном потолке, а он провисает под этой тяжестью. Проблема обостряется в оттепель. Бывало, что грязная жидкость стекала вплоть до третьего этажа, рассказывает Наталья. Люди неоднократно обращались к коммунальщикам, однако у них на это есть свой ответ. Вода всегда дырочку найдет, у них вот такая отговорка всегда. И, естественно, она пойдет к вам. В ближайшее время капитальный ремонт в этом доме не планируется. Но трещины на кровле латаем каждый год, заверили коммунальщики. Сотрудники ЖЭКа даже готовы возместить ущерб жильцам дома. Возместим как ремонт, в квартире, в прихожую. У них прихожая течет там, где стена, так? Да, да. Вот это больное место пятиэтажа. Это везде так уж. Веншахты, там выход на кровлю. Очень много. Коммунальщики пообещали, что в ближайшее время еще раз осмотрят кровлю дома, чтобы заделать образовавшиеся щели. Алина Сидорова, Андрей Макаров. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.